Дагестан Здравствуйте, Филипп, программа «Круглый стол» и вду я, Магомед Махатилов. Так уж сложилось, что Дагестан в силу географического положения, в силу своего нахождения на стыке и Европы, и Азии, и Запада, и Востока оказался на территории сейсмической. И не секрет, что именно эта часть нашей жизни, она весьма серьезно определяет тот фон, в котором мы живем. Мы не раз сталкивались с проблемами, которые возникают в связи с этим. Это и землетрясения, это и мелкие толчки. И вот об этой теме, о проблеме сейсмичности, и о том, что нужно делать в этой ситуации, мы поговорим с нашими гостями в эфире программы «Круглый стол». Директор Дагестанского филиала 1-й геологической службы РАН Магомедов Хаскев-Жарлавич. Приветствую вас. И заместитель начального управления МЧС России и Преспублики Дагестан Халилов Алейдов Абраилович. Приветствую вас. Салам алейкум. Ну, так на самом деле, Дагестану во многом повезло, но, конечно, с этой ситуацией не совсем, конечно, нам повезло. В том плане, что нахождение наше, на самом деле, в этой территории, да, и из запада, и из востока, и с севера, и с юга, столкновение плит – это давний опыт, это давняя жизнь. Мы знаем на протяжении истории Дагестана, многократные и в летописях, и в хрониках записаны были эти землетрясения в большей и большей степени. Но в обозримом прошлом, в том, что помнит наши память, это, конечно, два землетрясения. Это землетрясение 70-го года, в будущем, в эпицентре Викторакале, и землетрясение 99-го года, которое дало нашим людям, дагестанцам, вот то умение и определенный опыт. Вот, теперь мы знаем, что это такое. Я понимаю, что тема очень широкая, ее можно долго объяснять, ну, покороче, но достаточно емко. Спасибо, Маганин, за предоставленное слово. Значит, вы правы, за последние 50 лет на нашей памяти действительно были два крупных события. Это 70-го года землетрясения, да, 70-го года, 14-го мая землетрясения и 99-го года. Но у нас есть, конечно же, и сведения исторического характера, были и обозримом историческом прошлом, были даже больше, чем силы землетрясения, о которых мы говорим. Значит, да, действительно, территория наша, которая окружена с севера, скажем, морем, там потом идут степные наши районы, и, естественно, молодые горы, горообразование у нас продолжается. И вот, с одной стороны, давит на нас европейская плита, с другой стороны, вот этот процесс образования гор создает напряженное состояние земной коры, которое рано или поздно выбрасывается в виде упругих сейсмических волн. А с юга у нас аравийская плита. Это аравийская, да, я имею в виду, с запада у нас давит что? Гори наши, кавказский большой хребет. Поэтому, коль скоро мы оказались в такой территории, каждый, кто работает и живет здесь, в нашей территории, не должен забывать, что мы тут в такой ситуации находимся. Поэтому, каждый день, каждый час, надо об этом помнить, надо говорить своим близким, родным, необходимо, чтобы мы всегда, в случае чего, если мы застанем землетрясение врасплох, были всегда готовы к каким-то элементальным действиям. Если взять небольшую статистику относительно двух-трех последних лет, значит, у нас на территории идет такое затишье, что ли, ну, что тревожит сейсмолога. Потому что затишье в сейсмологском отношении, это не очень хорошо. Значит, когда есть определенная часть энергии, когда не высвобождается, это означает, что оно продолжает накапливаться. Поэтому, в какой-то момент, оно может в виде больших толчков выброситься. Ну, если объяснить популярно, да, вот, даже вот на руках, собственно говоря, вот две плиты, одна находится чуть выше, другая не выше, и вот они, ее такой легкий срыв. Да, есть надвиг, есть подвиг. Да, да, да. И, если он достаточно, долгий период, нет толчков, значит, срыв будет больше. Соответственно, толчок будет сильнее. Толчки будут больше. Вот, если взять, например, с первые полугодия, ну, не помню, полугодие прошлого года было, значит, 818 толчков нами зарегистрировано. Это большинство из них, конечно же, человеку они не заметно прошли, а были, которые довольно-таки ощутимые, да, там, 3-4 балла и так далее. А это недавно, 5 июня было землетрясение на границе с Азербайджаном, да, его, в принципе, ощущали аж до Хасавюрта и дальше. Поэтому это все ощущаемость, конечно же, зависит от глубины залегания очага, зависит от свойства пород, по которым распространяются сейсмические волны, да. А за аналогичный период этого года количество таких землетрясений несколько меньше, почти на 100 землетрясений меньше. Поэтому нас немножко, конечно, это дело беспокоит, но, тем не менее, мы сейчас не хотим бить тревогу, мы этим не занимаемся, прогнозами, в принципе, в мире никто не занимается. Ну, единственное, что делаются такие заключения по прогностического характера, вероятностного характера, да, там, меньше вероятностного возникновения. Это совместный экспертный совет Министерства чрезвычайных Российской Федерации и Российской Академии Наук. Есть такой экспертный центр, координационный центр, который ежеквартально составляются такие прогностические заключения и рассылаются по филиалам, где они есть, в частности, в наш филиал геофизической службы. Так вот, согласно этого прогностического заключения, сохраняется довольно-таки такая вероятность возникновения ощутимых землетрясений в трех очагах на территории спутники. Это, если сказать кратко, это очаг того же 70-го года землетрясения, очаг в акватории Каспийского моря между Дербентом и Махачкалой, но точную точку называть это никто не может. И вот та самая зона, в которой было значение 5 июня, это границы Азербайджана и Дагестана. Вот я бы хотел вам еще один вопрос задать. Есть понятие цикличности. Да, конечно. Цикличность, она и в геологических процессах, в данном случае мы говорим о сейсмических процессах, она тоже фиксируется и высказывает предположение, что весь 50-летний цикл на территории Дагестана. Вот мы сейчас, в принципе, подходим, получается, где-то вот к этому. Мы где-то, да, вот находимся в середине вот этой цикличности, то есть от 40 до 60 лет раз происходят такого характера, как Дагестанское землетрясение 70-го года. Мы сейчас как раз рубеж 40 прошли, 50 вот подходит, ну, в общем-то, значит, ситуация вот такая. Но когда и где именно, каким образом, ну, где приблизительно, не знаю, в том же очаге, да, возможно. А когда по времени, конечно, к сожалению, мы не можем сказать. Ну, есть три уровня прогнозов, понятно, да, это прогнозы. Есть краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный. Долгосрочный, среднесрочный, они возможны, потому что мы сейчас и говорим. Обязательно. А мы говорим сейчас о средних и долгосрочных прогнозах. Краткосрочный, к сожалению, никто не даст, потому что там все очень индивидуально, значит, карат слишком многослойно, значит, даже с богатейшим опытом дагестанских сейсмологий, практически, можно сказать, за эти полвека сделано очень много, ведь, потому что после 70-го года сейсмология Дагестана, она выросла очень сильно. Я хочу добавить, что в качестве эксперимента мы сейчас проводим работы, исследования с азербайджанскими коллегами. Мы с ним, мы как бы встречаем нашу сейсмологию с их геохимией, да, и вот там где-то мы пытаемся найти закономерности, хотя бы так как-то рамочно определить места, возможное время, координаты, там, сила, там, и так далее. Ну, пока говорить об этом рано, но работы продолжаются. Ну, вот я хотел задать вопрос по техническому состоянию и по тому инструментарию приборному, да, скажем так, который есть вот в вашей службе. Да, инструментарию у нас сейчас, значит, мы располагаем хорошими цифровыми станциями, их у нас 16 штук, мы еще одну 17-ю хотим, вот в той зоне Беждинской участка, вот туда, постараемся в этом году ввести в строй. То есть мы все отошли, не только мы в Дагестанский филиал, вообще по всей Российской Федерации не осталось ни одной аналоговой станции, все перешли на цифровую станцию. То есть там нет необходимости лежать человеком, я понимаю. Нет, человек там обязательно должен быть, потому что техника, техника, если даже в первом приближении аппаратура сама как бы вычисляет, там расставляет при этот ЭСП, волны, куда, когда приходят, и ориентировочно делается, вычисляется, где эпицентр, но все равно без вмешательства человека эту информацию мы выдавать сегодня не можем. Потому что обязательно круглым суточным есть дежурство, есть служба срочных донесений, в течение там 10-15 минут, где что случилось, мы передаем по каналам службы срочных донесений, это МЧС, это заинтересование министерством, ведомством, в том числе и мы выдаем Дагестанскому филиалу Росгидро, поскольку на опасных, как естественно опасных зонах расположены их гидротехнические сооружения. Мы знаем, что, мы не раз об этом говорили в передачах, что наши ГЭС, они делаются с запасом прочности, если, допустим, значит, сейчас уже у нас идет, по-моему, 10-ти бальный запас, после, в смысле, в течение 79-го года, там раньше было градация 8, сейчас уже, по-моему, 10, то, соответственно, это все предусматривается, но, тем не менее, предупреждено, значит, вооружен. Да, конечно же, да, все равно объективные, они, искусственные сооружения имеют свойство устареть, там, сталь устаревает, то есть, есть понятие усталости, да, когда там бетон, там, со временем может немножко не так себя вести. Да, мы параллельно, я хочу сказать, что начали тоже на одном из крупных наших гидросоружений, на Черкесской ГЭС, вводим, значит, ведем наблюдение по изучению ее собственных колебаний самой плотины и, возможно ли, выясняем для себя, возможны там какие-нибудь резонансные процессы, если аналогичные волны придут со стороны, ну, значит, очагазные трясения. Такие исследования тоже мы уже начали, думаю, год-два у нас будет хороший этот задел в этом направлении. Ну, мы уже, в принципе, поняли всю серьезную ситуацию и эти цифры, которые прозвучали, о том, что есть определенная вероятность и надо быть к ней готовым. Ну, Олег Жабрович, ну, под долгу службы и, собственно, МЧС должна отвечать за безопасность и должна делать все возможное для того, чтобы минимизировать риски. Вот, собственно, наверное, в начале, можно сказать, о тех рекомендациях, которые существуют, да, населению в случае толчков, да, они многим известны, но повторить будет не лишним. Ну, вы же потом, наверное, говорите более подробно о тех инструментах, о тех ситуациях и ассоциационных возможностях, которые у вас есть. Да, ну, мой коллега очень подробно сказал, что мы действительно живем в сейсмоопасной зоне и должны понимать все, кто живет на территории республики Дагестан. Это данность, которую мы от нас отражаем. Да, от этого мы никуда не денемся, поэтому все люди, которые здесь проживают, кроме того, я должен сказать, что не только Дагестан, сейсмоопасный, весь Кавказ практически сейсмоопасный, здесь выделять, что имя только Дагестан нельзя, но в том числе и Дагестан. Ну, мы говорим, да, сейсмоопасность. Зон до 9 баллов, она была повышена у нас в 2000 году, если мне не память, не извиняйте, с 8 до 9 баллов. В частности, Махачкала у нас попадает в 9-бальную, из Бирбаш 9-бальную зону, и туда, ближе к Гербенту, это все высокие зоны. Я уже ближе к Кизляру, к северной зону, там идет уже на 7 баллов и чуть пониже. Я хотел бы в этом плане сказать, что здесь, в данном моменте, очень важно, чтобы люди, проживающие на этой территории, население, понимали, что они живут в опасном зоне. Если, например, за продолжительное время у нас ощутимых таких серьезных землетрясений и толчков не было, то это не значит, что надо успокаиваться на этом. Надо помнить постоянно, что мы проживаем в этой зоне. И с учетом того, что мы проживаем в этой зоне, мы должны вырабатывать свой план, как будем действовать любой человек. Я, любой другой человек, должен вырабатывать план, как будет он обезопасить свою семью, своих близких, родных, проживая в этой зоне. На что бы хотелось здесь обратить внимание. Человек, когда дома, семья, дети, он должен обязательно, вот родители, с детьми проводить такую работу, обучать их. То есть, где им находиться в случае сильных толчков в зонях и почувствовать. Если пошел колебание, если на высоких этажах, это чувствуется намного сильнее, чем на низких этажах. Да, да. Здесь надо отвечать, что у нас высотные, множество высотных зданий, и есть низкие здания. Как себя вести в высотных зданиях, и как вести себя в низких зданиях. Вот вкратце, я хотел бы сказать, что, например, самая большая беда – это паники, когда возникает. Если человек начинает паниковать, вот землетрясение 70-го года, оно показало, что большинство пострадавших было из-за паники. Люди спускались по этажам, ну, что скрывать, слабые люди, которые на крик переходили, панику, все это, люди падали, попадали под ноги бегущих, спускающихся. Здесь надо понимать четко, вот население, которое проживает, вот в таких высотных домах, что, в принципе, если почувствовали толчок, можно выйти где-то с первого этажа. Ну, максимум со второго, да. Но выше надо занять такое положение в помещении, то есть это под несущими балками, в проемах дверей, совершенно верно. Вот, где-то под столами, такими крепкими столами, где вот таких. Ну, здесь же тоже есть рекомендация, что в крайней комнате тоже обычно больше всего страдают крайние комнаты. То есть в них не надо находить место для убивища. Вот раньше, в общем, были панельные дома, там ванны, туалеты были из монолита залиты, да? Да, вот такие вот помещения. Говорили, что там безопасные. Но это было в тех домах, которые построены до 90-х годов. До 90-х годов. Сейчас чуть-чуть строительство по-другому, но во всех вот новых стройках есть несущие железобетонные конструкции. Да, ригеля. Вот под этими ригелями, в углах этих ригелей будет наиболее безопасное место. Вот еще один момент, вот еще основной, да, то есть ни в коем случае не спускаться по лестницам, и, наверное, лифт, это самое опасное. Ну вот я как раз хотел, да, по лестницам, и ни в коем случае не пользуются лифтом. Землетрясение оно чревато тем, что оно имеет множество вторичных факторов. Вот это, что к ним относится? Это коммунальные системы повреждаются. Это может утечка газа происходить, может проходить обрыв проводов электрических, может водоснабжение нарушаться. Вот, поэтому, естественно, если человек в лифт зайдет, он будет, он просто заклинит в этом лифте, или от электричества остановится, или из-за того, что будет деформация здания, остановится этот лифт. Ну там пользуются лифтом. Обрывы тросов там и так далее, то есть все возможно в этом. Да, поэтому в этом плане лифтом не рекомендуют. Просто он будет заклинит в этом помещении лифтовое, и его оттуда сложно будет найти и вытащить. Поэтому рекомендации даны такого характера, что максимум... Потому что все здания высотные, в основном сейчас после 70-го года, они строились с учетом сейсмики. То есть там предусматривались нормы на 8-9-бальную зону. А вот это вопрос о лестницах. Да, но мы знаем, что часто, когда я разговаривал со специалистами, там есть точечная сварка, и есть вариант просто срыва или же схлопывания лестничных пролетов, да, обрушение их в первую очередь. Ну в каких-то случаях, наверное, такая возможность не исключена. Поэтому правила и предполагают, чтобы люди заняли, в основном на высоких этажах, которые располагаются, занимали наиболее безопасные места в квартирах. Вот поэтому... А такими местами являются, которые мы уже сказали, вот именно вот эти угловые пересечения ригелей, вот, рядом с несущими стенами обязательно. Но ни в коем случае не должны находиться около стеклянных проемов, больших стеклянных проемов, подальше от стекла. Кроме того, нет землетрясения, тоже дома каждый человек должен продумать, как у него закреплена мебель его, шкафы, навесные полки, постараться, чтобы на верхних полках не было тяжелых вещей, чтобы над кроватями не было тяжелых вещей. Кровать желательно располагать подальше от окон. Это просто как рекомендация данная. Вот, потому что бьющееся стекло, оно, конечно, повредит, может нанести вред человеку. Поэтому такие моменты, это то, что касается людей. Если человека землетрясение застало на улице, то надо, наоборот, отойти от всех зданий, постараться от линий электропередач, от столбов, где, может, при падении они могут повредить. Вот, если в автомобиле застало, это почувствуется, что как будто колеса спустили на машине, когда-то лодочки, то надо остановиться тоже подальше от всех несущих конструкций, от зданий, деревьев, столбов и переждать это землетрясение. Вот еще один момент, который хотел бы сказать. Ну, мы, раз мы говорим о таких деталях, ну, чтобы еще раз напомнить, ситуации бывают разные, толчки бывают разные, да, и, допустим, некоторые после воскресенья 99-го года, я помню, стали предусмотрительно складывать документы в отдельные, значит, такие портмоне или же, значит, кейсы такие, саквояжи, и на всякий случай, там, бутылку воды или что-то держать, если что-то будет, чтобы можно было взять с собой, там, значит, рекомендациями также предусмотрено, чтобы люди обязательно создавали запас питьевой воды, чтобы был продуктов, и, естественно, документы, ценные вещи, в таких местах, которые можно было бы сразу оперативно взять и выйти оперативно из комнаты. Потому что, как правило, землетрясение происходит из-за двух толчков, ну, состоит из двух толчков. Первый такой, как бы, предупредительный, потом идет продольная волна, которая, в принципе, больше вред наносит. Поэтому, если человек сразу первый толчок почувствовал, он находится вот на низких этажах, он может спокойно взять детей, спокойно забрать вещи, вот, и выйти из данного помещения. Я не знаю, нельзя сказать, там у него есть предел до 30 секунд, чтобы выйти из первых этажей. Да, до 30 секунд, до 30 секунд, очень мало времени. Очень мало времени. Вот мы говорили о тех условиях, которые были, собственно, внедрены после 70-го года. Все дома, которые строились до среды 90-х, когда пока еще существовала система ЖБИ, там, и старого ГОСТа. Но мы последние лет 15 видим, на самом деле, бум, да, строительные. В частности, большая часть, конечно, Махачкала, где 90, более чем 90% строительства в республике. И это вызывает определенный, такой, тревожный такой момент, поскольку мы все понимаем, что не все застройщики, они ответственны, и не все стройки отвечают, скажем так, необходимым требованиям, да. А то, что вот, как они строятся, впритык, что в нашей зоне вообще запрещено, то есть мы должны поймать, что при землетрясениях есть опасное заваливание здания, то есть мы должны, раньше-то и учитывалось, да, вот эти вот все здания, они строятся определено. Вот что делать сейчас, вот, и я не знаю, не раз проводил программы, там понятно, что это больше вопрос к Минструю, да, который... Совершенно, наверное. Да, да, это не ваша специфика и не ваша епархия, которой на них занимается. Но, тем не менее, еще раз обратиться, может быть, к зрителям и людям, чтобы они больше ответственностью выбирали жилье, в котором они живут. Ну, кстати, рекомендация не тоже дает, вот именно эта направленность, у человека, прежде чем он живет в этом доме, он должен знать, как он построен. Учитывая то, что мы живем... Хотя все проекты домов, они в обязательном порядке проходят госэкспертизу при Минструе. Вот, и там в положении записано, именно все дома рассчитываются вот на именно 9-бальную зону, потому что они строятся в этой зоне. Поэтому без госэкспертизы не пропустят проект, вот, без того, чтобы были заложены эти нормы, которые там предусмотрены. Вот я говорил о Махачкале. Вообще, Махачкала в сейсмическом плане тоже очень интересный город. Ведь у нас здесь есть разные грунты, есть песчаные грунты, есть суглинки. Вот место, на котором мы сейчас находимся, это так называемая горка. Она вообще там плита. Да, и отличия баллов, значит, они были довольно значительными. В зависимости, да, конечно, от грунтовых условий баллы могут отличаться от полутора до двух баллов, да. Вот, значит, могут получить в зависимости от тех условий, то есть суглинки, или пески, или же там скальные породы. Значит, вот этот, то есть эффект усиления сейсмических волн может вызвать вот это состояние самих грунтов. Поэтому это тоже надо иметь в виду, особенно при на этапе строительства зданий и сооружений. Да, значит, вы правы, там в 90-е годы изменились условия, вернее, градостроительное законодательство, в котором отсутствует должного контроля, которое было до введения нового закона градостроительного кодекса, так, скажем так. Потому что если в то время была специальная организация, которая включалась вот в комиссию по госприемке зданий и сооружений, в этом плане, значит, например, сейсмологическая служба, сейсмическая служба, там как-то вот так, так, то есть, то нет. Поэтому вот эта некоторая вольность, которая дана муниципалитетам, то есть они являются и заказчиками, они являются и приемщиками этих вот зданий по новому кодексу. Что? Корни неправильные. Мы об этом неоднократно говорили, и в прессе говорили, и писали, и правительство, и все. Ну, вроде бы какой-то отклик вот в последнее время на эти наши обращения, вроде бы как есть, кое-где уже там приостановили, которые эти сомнительные стройки, насколько я знаю. Но надо продолжить работу в этом отношении. Тем более, по-моему, сейсмическое реонирование, оно практически завершено. Конечно, конечно. Поэтому тут еще такой момент. Вот в этих местах нового строительства точечного практически у некоторых домов нет дворов, придворовых территорий. Случись чего, скорая помощь там, или другая спецтехника не может подъехать к подъезду, или даже во двор не может заехать. Ну, ократно об этом говорили, но, к сожалению... О какой спасательной работах может быть речь, если вот такое состояние нашей инфраструктуры? Ну, вот теперь к следующему. Ну, понятно, что мы уже сказали о том, что нужно делать. Какие еще задействуют МЧС инструменты в случае возникновения такой ситуации? Кроме, понятно, там есть оповещения, есть определенные структуры, которые этим занимаются. Что еще есть в запасе, скажем так, в арсенале МЧС в случае возникновения таких катастроф? Я на что бы хотел обратить внимание. Вот здесь мы об этом говорили, что вот когда идет информация, и уже неоднократно мы с этим сталкивались, когда приходит информация, что вот через час будет землетрясение, да? Такого в реальности не может... Это никто не может этого сказать. То есть это наградетание понятия? У нас был случай, когда у нас полур-республики находилась на улице. Просто это было 99-й или 2000-й год, когда вот после того землетрясения 99-го года, в 2000-м году это было, прошла как эта информация непонятная, кто-то где-то по телефону что-то услышал, и весь Кайкенский рынок был на улице. Понимаете, люди используют... Это каждого человека инстинкт самосохранения, выйти, они не знали, что делать. Поэтому в этом плане надо четко, чтобы люди представляли, что такой прогноз никто дать не может. Прогноз существует, он долгосрочный, среднесрочный. То есть мы живем в этой зоне, поэтому прогноз постоянно, что мы в любой момент можем пройти землетрясение. Может, но может. Да, может произойти. Поэтому к нему надо готовиться. Это первое, что хотел бы сказать, чтобы не каким-то слухом, смс-ом там различным, чтобы там через час, чтобы этому люди не верили. То есть построение сейчас гаджетов и соцсетей, это, конечно, информация распространяется. Конечно, конечно. Есть оперативные службы, которые могут дать разъяснение. Это вот МЧС, 67, 32, 42 телефон, или 112 любой телефона берет, короткий, чтобы запомнить, или 101. Поэтому там дадут разъяснение, покажем вопрос. Если вдруг что-то где-то кто-то услышит, мы дадим разъяснение по этому вопросу. Но верить вот слухом, что через час или через 15 минут, это сразу... Конечно. Человек может свободно понимать для себя, что этого не может быть. Еще в мире не научились этого предсказывать. Второе, на что бы хотел обратить внимание. Естественно, мы готовим и спасателей, мы готовим и технику, мы готовим администрации к этому, проводим свои следствующие учения, тренировки. В учебных заведениях, в образовательных школах, в детских садах проводятся занятия с детьми. Но хотелось бы, чтобы этих занятий было побольше. Побольше. Здесь муниципалитетам тоже наши рекомендации всем выданы. Всем образователям, Министерства образования также наши рекомендации выданы, чтобы вот в этом плане, у нас и предмет УБЖ есть, который проводится, общевразовательные, вот и со студентами проводятся такие занятия. Ну, желательно было бы, чтобы этих занятий было побольше, по программе, чтобы их больше планировали. Вот. Следующее. У нас есть силы средства, которые у нас спланированы, и которые могут в случае, если что-то возникнет, привлечены бы со всей Российской Федерацией, из ближайших наших субъектов, вот, в том числе и авиация, вот, и специальные подразделения, которые будут проводить, если в случае что-то произойдет, будут проводить срочно аварийно-спасательные, аварийно-остановительные работы. Вот. Поэтому в этом плане МЧС готовится. Но самое главное, сейчас мы хотели бы довести до людей, что вот эти предупредительные меры, это в первую очередь зависит от самого человека, проживающего на этой территории. Просто, чтобы не поленились, открыли интернет, открыли наш сайт, даны там рекомендации, как действовать до землетрясения, как после землетрясения, как себя вести во время землетрясения. Все подробно расписано. Просто не поленились, открыть, прочитать. Тем самым человек уже будет подготовлен. Человек уже, если что-то, он почувствует толчок, он уже не будет, как бы, дезориентирован, не впадет в панику и будет уже как-то для себя выработать какой-то план, как он дальше будет действовать. Ну и, естественно, подготовить свое жилье, подготовить своих близких, людей, которые есть. Хочу добавить два слова к сказанному Олегу Дебраиловичу. Значит, вот в плане информативности на нашем сайте есть тоже конкретные, уже разработанные рекомендации, как себя в таких случаях вести. Помимо этого, для специалистов есть каталоги землетрясений, которые мы регулярно обновляем. Так что можно заходить, получить все более подробную информацию. И еще одно для жителей и гостей, которые все больше и больше к счастью начали к нам приезжать. Я имею в виду туристов. Есть такие маршруты, в этом плане опасные. Бывают какие-то каноны, ущелья. Даже малейшие толчки в этом случае могут вызвать обрушение горных пород. Мы помним ситуацию с венгельским туристом, которая... Да, конечно. Поэтому в этом плане вот этих туроператоров тоже желательно было бы немножко, как говорится, Олег Жабарович, по вашей линии поднажать, пригласить их на вот эти самые курсы учебно-методического центра, обучить каким-то образом, да, их, чтобы... Ну, по крайней мере, чтобы наша совесть была чиста. Мы завершаем беседу. На самом деле, тема, которую затронули, очень важна. И я надеюсь, что те предостережения, те советы, которые вы дали, будут услышаны. Я хотел бы пожелать дагестанцам безопасности и знания того окружающего мира, в котором мы находимся. Вы уже знаете об этом, вы предупреждены об этом. Берегите себя, своих близких. Эфирная программа «Круглый стол». Я прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин